На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомельский локомотив начал выступление в чемпионате Беларуси по футболу среди команд первой лиги. С какими задачами команда начала новый сезон, мы поинтересовались у главного тренера клуба. Как отмечает Андрей Горовцов, первые матчи будут нелегкими. Железнодорожники встретятся с теми клубами, с которыми в дальнейшем будут оспаривать лидерство в турнирные таблицы. Напомню, что клубу удалось сохранить практически весь состав команды прошлого сезона. В этом году присоединились полузащитники Егор Барсуков и Роман Данилков, нападающий Павел Клинье и защитники Илья Шабанов и Владислав Белошевич, а также голкипер Евгений Кондратенко. Селекции не спешили, подбирали игроков на конкретные позиции. В этом году акцент старались сделать на молодежь. Ребята все заждались уже начала чемпионата. Все-таки это, наверное, самое нелюбимое время – предсезонная подготовка. Надеюсь, что этот настрой они сохранят. Весь объем работы мы выполнили. Первые пять туров соперники, с которыми будем вести борьбу за высокие места. В предсезонной подготовке сорвалось несколько товарищеских матчей. Встречались железнодорожники с командами из второй лиги. Поэтому готовность к чемпионату будет видна лишь на самих матчах. Готовился клуб в Гомеле. Андрей Горовцов отмечает, в остальном в межсезонье подготовка прошла по плану. К старту футболисты подходят в боевом настроении. Настроение в команде хорошее. Все уже давно соскучились по футболу. Поэтому подходим к сезону в боевом настроении. Задача выходить, показывать хорошую игру, чтобы привлекала болельщиков. И побеждать, соответственно, в каждой игре. Напомню, следующий матч железнодорожников пройдет 26 апреля. Во втором туре они встретятся с Гомелем. Отметим, локомотив и Гомель считаются фаворитами чемпионата. По итогам двухкругового турнира, который должен завершиться 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лигу. А третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14-м месте в элитном дивизионе. Напомню, железнодорожники за последние пять лет трижды становились четвертыми. А в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и Рух, но остались ниже по дополнительным показателям. Завтра пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси по футболу среди команд Первой лиги. На центральном стадионе определять победителя будут Гомель и Новополоцкий Нафтан. На поле с дюшор номер 8, спутник и сморгонь. Представители Речицы начнут встречу в 15.00. Стартовый свисток для гомельчан прозвучит в 15.30. Напомним, на заседании Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола» было принято решение лишить Гомель пяти очков в этом сезоне. Дисциплинарное взыскание коснулось и Светлогорского химика. Он начнет сезон с минус девяти очков. Легкоатлетический квалификационный период к Олимпийским играм в Токио приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Квалификационный период приостанавливается по 30 ноября. Результаты, показанные во время приостановки, не будут учитываться для отбора на игры и в мировых рейтингах, но будут регистрироваться в статистических целях. Результаты спортсменов, которые уже выполнили нормативы на игры, останутся в силе. При нормализации ситуации в мире квалификационный период возобновится 1 декабря. На этом пока все с новостями спорта. Вознакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».